Всем привет! Меня зовут Коля Колесник. Я QA-инженер компании VIX.com. И сегодня я хочу вам поделиться своим личным опытом, то есть тем, как я конкретно использую такую отличную программу, отличную, можно сказать, подпрограмму для Google Chrome, как Chrome Developer Tools. Почему, в принципе, у меня появилась такая необходимость рассказывать эту тему? Потому что мы все уже работаем довольно долго, и все как-никак сталкивались с этой программой, как с ней работали. Ответ простой. Часто к нам в компании VIX.com на веб-проекте приходят разные тестировщики, и очень часто они валятся как раз на работе с Chrome Developer Tools, где они могут посмотреть какую-то информацию в этой программе, что-нибудь сделать, что-нибудь изменить. И, в принципе, за то время, пока я работал, я сэккумулировал некоторые знания о том, какие, в принципе, можно, как, в принципе, программы можно использовать, и хочу этими знаниями поделиться с вами. Итак, расскажу немного о себе. Я QA-инженер компании VIX.com. Это продуктовая компания. Основным продуктом нашей компании является Website Builder с более чем 77 миллионными пользователями. То есть это достаточно большой проект, много людей им пользуются, и поскольку это веб-проект, то у меня нет никакой возможности не пользоваться данной программой. Когда у вас возникнут вопросы или какие-то дополнения, пожелания по поводу презентации и всего того, что я рассказывал, вот справа есть мои контактные данные, это выискарка, имейл, пишите, я вам рад ответить, как сейчас расскажем из вас. Итак, начнем с истории веба. В принципе, как это все рождалось и почему Chrome Developer Tools то есть насколько важна эта пуза. Тут я хочу отметить вам два таких пункта. Это 2001 год и сегодняшний день. Если вы посмотрите на 2001 год, то вы увидите, что... Ничего не видно, вроде бы ничего не видно. Прошло точно 1997 год, если вы посмотрите на этот год, там будет написано, что в этот год была такая знаменательная дата и было в всеобществе запущен миллионный веб-проект. То есть миллионный сайт зарегистрировался и выпустился в продакшен. И сегодня, это инфографика на 2012 год. В 2012 году уже было 200 миллионов. То есть на 199 миллионов сайтов больше. И сегодня я рискал информацию разную и увидел, что на самом деле в интернете сейчас есть больше, чем более миллиарда сайтов. Это огромная отметка. И в принципе каждый из этих сайтов каким-то образом разработается. Миллионы разработчиков по всему миру сидят и каким-то образом изменяют JavaScript, HTML, CSS файлы и хотят увидеть, что это дает им реальному проекту. И поэтому я сравнил, в принципе, что было раньше, как они разрабатывали приложения и как они разрабатывали их сейчас. То есть раньше у них были такие старые, не очень удобные, сложно используемые дебаггеры. Такие, как у Microsoft Explorer и у других аналогов. Также девелоперам приходилось дебажить программу с помощью алертов. Это вообще, на самом деле, очень ужасно было. И тратило кучу времени. Ну и, конечно же, реальные апдейты девелоперы могли увидеть только в том случае, если они все время заходили в свой файлик, изменяли его, заливали его куда-то, смотрели изменения. Изменяли, заливали, смотрели изменения. Сейчас это все намного проще. То есть мы сейчас имеем дебаггеры с огромным количеством фичей, которые позволяют измерять перформанс запросы, которые мы отправляем на сервер HTML, CSS, файлы, которые нам приходят, вообще, в принципе, все файлы, которые подгружаются из интернета до нашего сайта. Ну и также можно изменять HTML, CSS и JavaScript файлы и видеть апдейт буквально после нажатия кнопки Enter. Ну и также другие кучи, которые я вам сегодня покажу и про которые я сегодня расскажу. Итак, первая и самая, по сути, главная таба FromGelover Tools это таба Elements. Выглядит она следующим образом. Вы достаточно часто на нее можете нажатием кнопки F12 в Windows или Command-Shift-C Command-Shift-C выделяет элемент и тоже открывает эту консоль. Слева вы можете увидеть HTML документ, который подгрузился, и справа вы можете увидеть CSS-свойства того элемента, который вы выделили в HTML комьюнити. В принципе, слева будет выглядеть какой-то элемент, и справа будут все свойства из разных файлов для этого элемента. Также информация о его цвете, о его размерах, маржинах, паддингах и так дальше. Поэтому мы сейчас всему туда не пройдемся. Итак, первое, я буду на несколько видео, чтобы показать, в принципе, что происходит. Да, вот это только ты останавливаешь канал. Вот, я далеко не ходил и, в принципе, показывал все примеры на самых популярных сайтах. Это ВКонтакте, Твиттер, что-то там еще я выбрал, Киногол и так дальше. Вот мы открыли Chrome Developer Tools. Слева наш HTML файлинг, справа наш Chrome Developer Tools. В своем вертикальном виде. То есть теперь не слева и право HTML CSS, а сверху и внизу. Вот. Тут мы хотим поработать с нашим, с моим именем, с Николай Колесниковым. Мы выделяем его, инспектируем. И, что важно, мы видим на него нашу мышку. Слева вы можете увидеть, в принципе, размер этого элемента и его CSS-локатор. То есть, если вы хотите посмотреть, как у нас участвуют элементы с помощью вашего селения WebDriver или чего-нибудь еще, то, в принципе, вы можете использовать вот это свойство. Снизу будут доказаны все CSS-свойства этого элемента. И, в принципе, с ними вы можете работать. Идем дальше. В правом клику вы можете делать несколько опций. То есть вы можете изменять текст, изменять сам элемент как HTML-файл, копировать его. И также копировать его всякие свойства, такие как XPath, селектор. Селектор тут подразумевается CSS. Копировать HTML элемента и author-HTML его. Вырезать, вставлять этот элемент. Также можете удалить и поставить breakpoint, но я про них не рассказал, потому что я сам ими не часто пользуюсь и особо рассказать про них не могу. В принципе, по элементам это основные действия у write-click-меню. Сейчас мы придем к реальным скейсам, где можно их применить. Все просто, если мы имеем обычный элемент, который никаким образом не работает с JavaScript. Но бывает такая ситуация, когда какой-то элемент на нашей странице просто так не отображается. Вы должны что-нибудь заходить или какое-то действие сделать, и он отображается динамически. Вот. Направляйте с помощью JavaScript. У меня, когда я только начинал работать с web, для меня это была большая сложность. Выбрать такой элемент. И очень часто я на этом фейлился и звалковал, чтобы не помыли. В итоге я разобрался, как это делать. Все очень просто. Тут четыре простых шага. Делайте так, чтобы элемент появился. Нажимайте Inspect Shortcut. Это Ctrl-Shift-C в Windows и Cmd-Shift-C в Mac. Выделяйте, по сути, ваш элемент. И нажимайте Shortcut опять. На видео сейчас я покажу, как это, в принципе, можно сделать. Вот, как мы видим, есть такая у нас кнопка «Загрузить новую фотографию». Я хочу ее проинспектировать. Нажимаем на нее правой клавишей, и она пропадает, когда я отхожу от нее. Что мне в этом случае надо сделать? Как я и говорил уже. Навожу. Нажимаю на Shortcut вот этой клавиши, которая помогает инспектировать разные элементы. Выделяю этот элемент. И нажимаю Command-Shift-C еще раз. И, как видите, он у меня зафризился. Он у меня будет все равно показан. И я могу делать с ним любые операции прямо в табе Elements, в табе CSS и так дальше. Вот. То есть, тут я меняю ему, к примеру, имя. Можете таким образом появляться с именами, статусами и с чем угодно своих друзей. Приколочек. Ну и, в принципе, вот я поменял на New Photo Мое название этого, значение этой клавиши. Идем дальше. Теперь мы хотим изменить стили нашего элемента. Мы опять же выбираем нашу New Photo. И справа мы видим, что у нас, в принципе, показаны все стили для этой кнопки. Сверху вы можете увидеть название файлов. Вот в этих красных крышочках. То есть, как вы видите, стили кнопки идут прямо из Page CSS. И указана тут строчка, от которой оно пришло. И Command CSS. Так. В принципе, это все, что надо знать о тех файлах, которые оттуда не приходят. Изменить CSS-свойства можно двумя способами. Вы можете либо изменить его прямо в developer tools, либо же вы можете перейти в этот файлик, в source-файлик, и уже в нем сделать любые изменения. Сейчас покажу вам, как это, в принципе, работает. Вот я хочу изменить, к примеру, шрифт, font-size моего имени. Я выбираю этот элемент и нахожу font-size-свойства. Вы видите, font-size сейчас 11 пикселей. Дальше я перехожу в file.common.css. Меня перекидывают сюда в sources. И как раз вот та строчка, которая влияет на это свойство. То есть gather h1 и font-size 11 пикселей. Я меняю font-size с 11 пикселей на 15 и вижу изменения прямо в живую. Также очень важно отметить такое понятие, как какие-то стейты элемента. То есть у элемента есть, как вы видите, 4 основных стейта. Это active, focus, hover и visibility. Разные эти свойства отличаются в какие-то разные параметры. То есть когда я поставлю, к примеру, hover свойства, это означает, что браузер симулирует такое понятие, что над моим элементом нависла мышка и он будет все время в этом состоянии. И мы сможем таким образом изменять это состояние, как мы захотим. Также кнопкой плюс вы можете добавить любое свойство. Вот я, к примеру, тут добавил font-style italic при hover. И как вы видите, source откуда у нас идет, это inspector style shift. То есть оно идет прямо из инспектора. Идем дальше. Важно отметить еще, что когда вы изменяете CSS свойства вашего файла, то есть 2 основных два основных места, где вы можете их изменить. Это element-style, который изменит стиль конкретно вашего только одного элемента. И font-style. И вот, в принципе, второй блок, где указаны изменения, где вы можете изменить какие-то параметры для всех элементов с таким же локатором, как ваш. Сегодня мне показали один пример, мой сотрудник, пример, который я как раз могу привести в этой презентации. Про то, где можно уже это применить. Вот мы читаем какую-то там статью в интернете. Читаем и отчитаем. Экстаем. И видим, что дальше у нас идет какой-то pop-up, который нам не нравится, который заставляет нас поделиться какой-то информацией у себя. А сзади у нас за плюрт размытое изображение и текст. Что мы с этим делаем? Ну, как стандартно, мы открываем консоль. Открываем консоль. Ищем наш элемент. Хотим удалить этот pop-up. Удаляем этот pop-up, но видим, что сзади ничего не изменилось, сзади все еще плюрт. И что нам дальше делать? Мы ищем это свойство плюрт. Вот оно, в принципе, сверху. Сейчас я дойду на него. Плюрт 5 пикселей. Мы его убираем и можем наблюдать, как работает наш проект. И так далее. Дальше мы, в принципе, отходим от даббы elements и переходим к консоли. В принципе, для чего она нужна и что с ней мы можем делать? В принципе, определение ее и две ее основные функции. Это диагностировать работу вашего web application и вводить в эту консоль JavaScript команду. У этих JavaScript команд есть специальный такой объект, консоль. Где вы можете общаться конкретно с этой консолью. Ознакомиться со всеми командами можете по этим ссылкам, такими как консоль API и command-light API. В базовых понятиях различают две такие понятия, как log, warn и error. Соответственно, они вызываются с помощью лога, консоли в лог и текст лога warn и текст warn и error. Что они, в принципе, означают? Лог у нас выписывается в консоль, в принципе, в тех случаях, если просто девелка хочет показать себе какую-то информацию о выполнении программы. То есть какие-то там метрики свои, что угодно. Что нам важно как тестировщикам? Чтобы та информация, которая логировалась в консоль, она, во-первых, не показывала внутреннюю, в принципе, нашу систему, то есть выполнение разных функций, и, второе, не выдавала никаких секьюрных данных о пользователе, о его работе. Больше, в принципе, никаких тут заметок по этому поводу нет. Worn уже посерьезнее. То есть если вы открыли консоль, тассируете свое приложение и увидите какой-то Worn, это значит, что происходят какие-то нежелательные действия в вашем приложении. внутри его. Что, в принципе, может как-то сказаться на его рабочем. Если вы увидели такой Worn, то вы, в принципе, должны, как вы видите справа, опять же идет ссылка на файлик, и вы должны перейти в этот файлик и посмотреть, где этот форум вызывается. Посмотреть, что это за девелка его вызвал, и после этого уже поговорить с ним предметно, что это такое, и должен ли этот форум появляться у вас в консоли. И последнее, самое главное, error. Error – это то, с чем вы должны, в принципе, работать в первую очередь. Если вы увидели любой консоль или error у вас в приложении, к примеру, у нас в компании, это считается как critical bug. То есть вы должны его зарепортить как critical bug и оповестить разработчика. Почему это так важно? Потому что, в принципе, если вы увидите какой-то error в консоли, то это означает, что это необработанные исключения. И, в принципе, какие-то данные каким-то образом передались в JavaScript не туда. Если же в Java, к примеру, эти error обязательно надо хендлить и обязательно их отлапливать, то вот в JavaScript такого обязательного свойства нет. То есть программа может работать некорректно, и при этом мы об этом можем даже не знать. И в какой-то момент это может вылиться нам достаточно плачевно. Именно багами на продукцию. Поэтому вы должны взаимодействовать и создать всю информацию о нем, передать в него разработчику. Следующий пункт это cookies. Мы можем работать с нашими cookies нашего браузера из консоли. Кто-то может привести мне пример, мы все знаем, что есть много разных экстеншенов, которые помогают с этим работать. Кто-то может мне привести пример, в каком случае нам необходимо работать с консолью, а не с экстеншеном. Примерно вот эти скуки. Ну, вот может какие-то ситуации с нами выделить. Может, ты садишься на волокон? Окей, тогда я расскажу. В принципе, экстеншены — это классно. Но экстеншены могут быть привязаны к какому-то конкретному браузеру. К примеру, у меня есть экстеншены только в Chrome на работе. Может быть такая ситуация, когда к данному браузеру нет cookie-менеджера. Просто его банально нет. К примеру, к интернет-экскуреру я долго искал и не нашел, и просто работал через консоль. А также может быть такая ситуация, как у нас была на работе, что нам дали новую версию EdgeAMP, пока еще Windows 10 не вышел, и нам надо было проденсировать наше приложение Windows Edge, и понять, работает наше приложение там или нет. И этого мы сделать абсолютно никак не могли, потому что у нас не было экстеншенов. Мы хотели проверить, как приложение ведет себя в Edge, в зависимости от того, как мы изменим cookie. И для этого нам понадобились консольные команды. В принципе, есть три действия, которые вы должны знать о cookie. Это получить все cookie, прочитать все cookie, которые есть в браузере, добавить их, изменить и удалить. Прочтать все cookie в браузере вы можете с помощью команды document cookie. И оно выдаст через точку заготовки, последовательно все ваши cookies. Добавить новые cookie вы можете с помощью команды, как видите, вот снизу. Document cookie равняется ключ его значением. В принципе, там, к примеру, username, название cookie или значение, это будет Павел Дуров. И также можете изменить его с помощью точно той же команды. С удалением чуть сложнее. Потому что у браузера нет такого понятия, как просто cookie delete или cookie, не знаю, что-нибудь еще с APRs. Но вы, конечно, можете сделать чуть-чуть по-другому. У каждого cookie есть свой expiration date. То есть то время, когда проходит срок его годности, и оно исчезает. И вы можете поставить для этого cookie expiration date на вчерашнее число. То есть, к примеру, как видите, тут я для этого cookie ставлю expiration date на 25 января 2016 года. 25 января уже прошло. И, соответственно, эта cookie удаляется. Давайте посмотрим так. Вот я получаю все cookie с помощью команды document cookie. Вот они все у меня. Добавляю с помощью документа cookie username... Вот он и добавляется. Потом я меняю его на Николай Корестник с Балладуровым. Он изменился. И удаляю. Как видите, cookie уже у нас нет. Давайте еще раз. Документ cookie возвращает все cookie, которые есть. Документ cookie равняется ключ значения. Документ cookie меняет и, в принципе, удаляет. В конце этой лекции я вам отправлю сайт, на котором я подготовил разные задания по DevTools. Вы сможете зайти на разные сайты, поиграться, посмотреть, какие cookie что дают, какие значения cookie что изменяют и так далее. Идем дальше. Также бывает такая ситуация, когда мы работаем с автоматизацией, и мы ищем какой-то элемент, пытаемся его заинспектить, получить в него какое-то свойство, но это свойство нам не возвращается, или элемент не возвращается. В таком случае мы можем проверить правильность набора нашего локатора. И, в принципе, что возвращается нашему Automation Frame. Это такая команда как inspect, и в скобках мы передаем в веб-элемент. Пример используем. Inspect и $x это значит найти элемент в HTML файле по XPath. Передается сюда XPath в вегенерных скобочках, и, в принципе, этот элемент, во-первых, вводится в консоль, а во-вторых, открывается в табе Elements. Ну и еще раз давайте остановимся на несильнейшеме арроров. Основные такие пункты это то, что каждый консольный аррор потенциально может вызвать какие-то мисс-бехевиоры вашего аппликейшн. Потому что вы не можете точно знать, как она поведет себя в другом кейсе. К примеру, в вашем кейсе у вас появилась консольная аррора, но, в принципе, вы увидите, что ничего особо такого не произошло. В другом кейсе, который вы, наверное, не покрыли по какой-то причине, не учли его. Это может очень сильно сыграть на работе вашего аппликейшн. Каждая консольная аррора, которая относится к вашему аппликейшнам, должна быть зарепорчена. По крайней мере зарепорчена или обслужена с девелопером. У нас, повторюсь, она репортится как речка в баг. Перед каждым баг-репортом проверяйте вашу консоль на наличие консольных решеток. Потому что это дает очень много информации вашему разработчику о том, что происходит в консоли, что происходит в приложении, пока вы выполняете ваши степы. К примеру, вы нажали на кнопку «Оплатить» и оплата не проходит по какой-то причине. Вы можете просто написать степы и то, что команда не проходит. Но лучшим баг-репортом будет тот, который содержит дополнительные еще в развёрнутом виде, со скрином, с видео, как раз вот консоль нашей. Мы, в принципе, наполним баги именно так. Идем дальше. В принципе, рассмотрим, как... Вот мы зашли на сайт PriotBank, открываем консоль, и просто при загрузке у нас вот столько консольных арроров. Давайте мы считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Это консольный аррор. В принципе, если вчитаться в подробности каждого консольного аррора, то можно понять, откуда он появился и почему он появился. Когда мы откроем expandlon нашего консольного аррора, мы сможем увидеть, где наш объект, который вызвал ошибку, родился и где он, в принципе, завершил свое существование и выкинулся в нашу консоль. То есть вот тут он родился, в самом низу, и вверху он уже нам вызывает какую-то там нестыковку, неправильную работу нашел в ЛДЖ. Вот нажав на индекс, скоба как, 981 строка, мы как раз переходим опять в double-sources на строчку, где как раз и возникла данная ошибка. И вот мы видим, что у нас какой-то там тэперор, что solidbox — это не функция. Мы идем уже с этой функцией к разработчику. Бывает такое, что вы можете прочитать этот код, и, в принципе, весь код он пишется в новом диске, скажем так. И, в принципе, из этого кода, даже если вы не знаете JavaScript, понять, что происходит, какие еще ареи, какие ареи могут быть заaffection. И на базе этого уже создать реальные баги, найти эти реальные ошибки. Переходим к табе Network. Network-таба, она, на самом деле, очень полезна тем, что она показывает и она помогает вам не работать правильно с кэшем, и отломать все запросы, которые ваш клиент посылает вашему серверу, всю, в принципе, работу клиента и сервера, и трекает этот в виде классного списка, с таймлайнами, со всем смс. Сейчас разбегаемся. Обязательно, чтобы работать с Starway Network, вам надо знать статус-коды ваших запросов. По сути, существует 6 запросов, из них 4 основных. 2XX — это успех, 3XX — это значит, что данный запрос как-то redirected, то есть redirected. 4XX — это значит, что ошибка на стороне клиента, и 5XX — это ошибка на стороне сервера. Также дополнительно существуют всякие неофициальные коды, такие как 6.1, 6.2 и 6.3 — это они с каким-то компетентным кузлом. Идем дальше. Вот, в принципе, вы зашли в Tab Network и выбрали первый же какой-то там запрос. Вы сразу видите, какую-то генеральную информацию о том, куда пошел запрос, его метод, его статус в community.200.org и адрес, на который он идет. Видите request headers — это то, что мы запрашивали, как мы запрашивали, и response headers — то, что мы получили, в принципе. Ну и дальше сейчас мы будем уже с этим напрямую работать. Посмотрим, как, в принципе, с ними можно, что с ними можно делать. Вот, ну, в виде базового какого-то action я выбрал скачивание фильма из какого-то там сайта, на котором эти фильмы идут онлайн. Давайте посмотрим, как это делается. Мы зашли на сайт teamgo.co и, в принципе, вам предлагают обучение. Мы хотим скачать, например, фильм «Звездные войны». Так? Мы заходим на этот фильм. Оп, прошу прощения. Заходим на этот фильм и вот видим кнопку онлайн-просмотра. Кнопки скачать, естественно, на этом сайте нет, потому что сайту выгодно, чтобы вы оставались на сайте, показывать вам рекламу, зарабатывать на вас деньги. Но вы не хотите смотреть в канал, а хотите смотреть фильм. Что вы делаете? Идете в табунеток, видите, она пустая. Теперь загружаете ее, чтобы увидеть все запросы, которые вас интересуют. Как вы видите, сверху идет таймлайн, как эти запросы подгружаются, с какой скоростью, на какой секунде какой-то таймлайн начался, какой запрос начал загружаться, на какой он закончился загружаться и так далее. В принципе, все-все-все запросы по этому сайту. Для чистоты эксперимента мы чистим все эти запросы, перед тем, как начать онлайн-расмотр. И, в принципе, нажимаем эту кнопку и смотрим, какие у нас запросы приходят в наш браузер. Вот мы видим некоторые запросы. В принципе, начала играть реклама. И сейчас мы, наверное, ее примерим, посмотрим, что можем сделать. Видим сверху видео PHP. Открываем и вот как раз request url. Мы его можем скопировать и вставить. Опять же, с того слова это redirection, move temporary. Копируем его и можем вставить соседнюю вкладку. Пока идет реклама, мы можем этим заняться. Не знаю, интересно. Вот. И вот, в принципе, уже мы видим, что реклама закончилась. Пошел наш фильм. И наш браузер загружает вот этот файл. Звездные воины 7.flv. FLV это как раз формат, в котором этот фильм не будет течен. Но выделить просто так мы этот фильм не можем. Потому что выделить просто так этот запрос не можем, потому что он все время обновляется. То есть он пропадает и появляется. Пропадает и появляется. Таким способом мы двором закладываем просто по этому запросу и переходим на request url. Вот он перешел на request url. Идем дальше. Это целый глупар. Дальше мы можем наши запросы фильтровать. Вот вы видите, слева сверху есть фильтр. И, в принципе, как им пользоваться. И самые обычные фильтры. И пользоваться ними можете точно дальше как в вашей операционной системе. То есть вводить какой-нибудь файл name или его разрешение. И, к примеру, разрешение только JSON вернет все JSON объекты. Разрешение файл name вернет все объекты, которые содержат эту строку, которую мы увидим. Есть также advanced фильтры. К примеру, мы хотим найти файлы, которые весят больше 100 килобайт. Больше 10 мегабайт. Мы не хотим, чтобы они загружались на нашем сайте. Мы указываем larger than 100 килобайт. Который возвращает нам все файлы больше 100 килобайт. Если мы хотим указать не больше, чем 100 килобайт, мы просто перед этим запросом ставим минус. Как во втором варианте. То есть минус larger than 50 килобайт. Этот запрос нам вернет все запросы, которые меньше, чем 500 килобайт. Ну и можем фиксировать на основу схода. Опять же зайдите, поиграйте с этим. Покажу сейчас, в принципе, как это работает. Вот мы зашли на страничку Kevin & Spacing официально ВКонтакте. Мы выводим .jpg. Там, в принципе, возвращаются все картинки с этим разрушением. Вводим .css, все .css файлы, которые подгрузились во время работы. И там вводим, например, название файла. Пейдж, да? Нам возвращаются page.css и page.gs. Значит, мы указываем larger than какое-то значение, в примеру. Больше, чем 100. 100 будет в виду байт. Поэтому нам надо показать, что это килобайт. Килобайт почему-то указывается как k. Показывает, что у нас больше 100 килобайт загрузилось. Как видим, на самом деле больше 100 килобайт загрузилось в 102 файла при загрузке сайта ВКонтакте. Возможно, поэтому она так будет своей работой. Хотим указать все, что меньше 100 килобайт. Поставили просто минус перед этим запросом. И видим, что все запросы у нас меньше 100 килобайт. Ну и хотим ассортировать по статус-коду, который 200. Все 200 и все, которые не 200. Как видим, все загрузилось отлично. У всех 2.x.x статус-код. Отлично, с фильтрами мы поработали. Идем дальше. Есть такой формат у Chrome. Называется hard. Он расшифровывается как HTTP-архив. То есть, как мы видим на этом слайде, на этом видео, что, в принципе, у нас идет какая-то информация о том, как наши запросы с какой скоростью они загрузились, как они вообще загружались, какая информация о них, типа статус-коды, откуда они идут и так далее. Допустим, у нас у юзера какой-нибудь в Австралии какая-то проблема случилась. И вообще все юзеры в Австралии не могут подключиться к нашему сайту и у них он не грузится. В этом случае они не просто пишут, что у нас сайт не грузится. Тестировщик, который находится в Австралии или заходит через прокси в Австралию, он должен как-то взять все эти запросы и передать эту информацию девелоперу, какие там запросы не загрузились, какие загрузились, какие загрузились, как быстро. Можно сделать спиншот, но это не интересно. Интереснее будет, куда это сохранить все эти запросы в виде hard-файла и отправить их уже в девелоперу. А девелопер отходит и увидит всю эту информацию своими глазами. Вот, мы опять же заходим на страницу Kevin Spacey, перезагружаем нашу страницу. При этом вы видите, что кэш у нас disabled, чтобы ни в коем случае не было такой ситуации, чтобы ни в коем случае подгрузились у нас из кэша. Например, у реальных юзеров они оттуда не грузятся. Но disabled кэша надо делать в любом случае. В принципе, ждем, пока наша страница подкрутится. Возка означает, что, в принципе, основная часть вашего файла загрузилась, страница уже готова к работе, можно с ней работать. Нажимаем правой кнопкой и нажимаем Save as hard with content. Сравим как hard с контентом. Сохраняем. Вк.ком.хар. Называем этот файлик. У нас вот, видите, сохранился рабочий стол. И мы хотим отправить его разработчику. Прикрепляем его к баги-корту. Что делает разработчик? Разработчик заходит у себя, не знаю, в Амстердаме. И заходит на такой сайт HTTP Archive Viewer. Этот сайт, насколько я знаю, разработан Google. И он позволяет, в принципе, все ваши запросы отобразить, то есть, что также отображается у вас в FromDevTools. Обязательно включаем эту клавишу. Я не знаю, что надо делать, но во всех мануалах пишется, что надо ее отключить. Берем ее, перетаскиваем этот файлик. И вот видим, что все запросы, вся информация о том, как наша страница загрузилась, как быстро, какой скоростью, с какими статусами, она вот тут указана. Хеддеры, респонсы, реквесты, все, что вам нужно. Есть такое понятие еще как фротлинг. Фротлинг это такая фича, которая помогает вам симулировать какую-то нестабильную сеть, например, 2G, 3G, 4G или любую вашу частную сеть, которую вы хотите симулировать. Это важно, потому что, конечно, вы сидите в офисе, вы тестировали свое приложение, и, в принципе, оно у вас на вашем компьютере скорая 7 грузится очень быстро, но не у всех юзеров есть такие компьютеры, есть такие возможности. И мы должны быть уверены, что для юзеров, в принципе, наше приложение работает адекватно, потому что она не грузится там по кучу времени и не занимает, загрузка самих файлов не занимает много времени. Вот мы нажимаем Ctrl-R, то есть, опять же, для нашего калина-спейси, и смотрим, в принципе, с какой скоростью грузится наш файл. Они подгружаются, подгружаются, и мы опять видим, что на этом промежутке уже можно работать с нашим сайтом. Это 4 секунды. Тут мы хотим проверить, как оно будет работать на коде в другой сети. Выбираем, к примеру, не знаю, что я выберу. 2G выбрал, и посмотрим, как у нас будет работать наш сайт при такой нагрузке. Смотрим и видим, что 4 секунды уже прошло, файл еще все грузится, грузится и грузится. В принципе, я не знаю, как прокомментировать ситуацию, хорошо или нехорошо. Но разработчики вконтакте, наверное, удовлетворены. 17 секунд, 18 секунд и так далее. Такой отличный скрин у твиттера. Один парень у другого парня. И сейчас мы посмотрим, что можно, в принципе, как можно проводить со скринами к ордену. Что это, в принципе, такое? Это такая фича, которая позволяет делать скриншоты в зависимости от того, какие запросы погрузились. То есть, например, погрузилось там 3 запроса, браузер делает скриншот. Таким образом, вы можете увидеть, как, по сути, ваше приложение погружается. То есть, тут оно, в принципе, какого-нибудь layout, какие у него, в принципе, значения. Сейчас мы это посмотрим на реальном времени. То есть, вот, у нас открыта консоль в соседнем окне. В другом окне открыта у нас... Вот, мы нажимаем эту кнопку, и она нам дает возможность записать эти, как, в фильмстве. И переходим сюда, правой кнопкой нажимаем на кнопку обновления, чистим кэш и жестко перезагружаем нашу страницу. Вот, в принципе, она погружается, подгрузилась. Возвращаемся в браузер и видим, в принципе, какие скриншоты, как погрузились. То есть, первый скриншот был вот таким. Указано тут время, когда он появился. В принципе, какие запросы уже погрузились на этот момент и так далее. И смотрим, как наша страница загружалась соответственно. Отлично. В принципе, вот такая несвечающая. Ну и, в принципе, ваши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...